МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители. На ЮАКрым тема дня. В студии с вами ведущая Лариса Волошина. 26 марта благотворительный фонд Майдам иностранных дел опубликовал доклад «Серая зона, Крымский полуостров, 4 года оккупации». Доклад содержит анализ транспортного сообщения с оккупированным Крымом, социально-экономического положения и милитаризации полуострова. Кроме того, авторы доклада системно проанализировали, кто и как нарушал международные санкции, наложенные на Россию за оккупацию Крыма. Более подробно о социально-экономической ситуации в оккупированном Крыму мы поговорим с нашим сегодняшним гостем Юрием Смелянским, одним из авторов доклада «Серая зона, Крымский полуостров, 4 года оккупации». Здравствуйте, Юрий. Добрый вечер. Прекрасный, прекрасная работа. Спасибо. Огромное спасибо. От всех нас. Я хочу всем прочитать, потому что здесь систематизирована, во-первых, не только ситуация, которая произошла с Крымом после оккупации, но, в принципе, вы даете анализ, что было до оккупации. То есть, в общем-то, где-то обозначаете причины. Я бы хотела... Вот меня, знаете, что заинтересовало? В разделе «Социально-экономическая ситуация в оккупированном Крыму» говорится, что социально-экономическая ситуация в Крыму после оккупации и незаконной аннексии полуострова Российской Федерации характеризуется резким возвращением к советским временам, начиная от отраслевых структур экономики и заканчивая стандартами бухгалтерского учета. И тут же вы говорите, что для того, чтобы понимать будущее Крыма в оккупации, необходимо проанализировать экономическое прошлое, то есть экономическое советское прошлое. Я вот хотела бы понять, неужели действительно происходит возвращение к советским временам? Потому что мы же помним, что Крым в советские времена это в первую очередь ВПК, это такие отрасли экономики, которых после независимости Украины, в принципе, в Крыму и не осталось. Ряд сравнений, это аналоги. Понятно, что Российская Федерация на сегодняшний день это не Советский Союз, как бы себя наследником она не объявляла. Но они убеждали людей, что они вернут их в советское прошлое. Да, но они убеждали. Вот вы коснулись вопросов бухгалтерского учета, я могу добавить сюда банковский сервис, как пример. Я знаю, что мои знакомые бухгалтера рыдали. Они говорили, что у нас такое было лет 10 назад. Как оказалось после оккупации, с точки зрения стандартов ведения бухгалтерского учета и с точки зрения уже внедренных стандартов банковского обслуживания, Украина была гораздо-гораздо впереди Российской Федерации. Действительно, их стандарты бухгалтерского учета похожи на те стандарты бухгалтерского учета с определенными видоизменениями, которые были в Советском Союзе. То есть это такая азаровщина лет или что? Или хард? Это просто... Мы проживали... В определенное время, видно, руководство Российской Федерации посчитало, что им так удобнее. И решили ничего не менять. У них, как вы помните, заявления звучат постоянно, особый путь. Да, конечно. Слушайте, и вот стандартом советским они вернулись чудесно. Но ведь они же не могут подродить военно-промышленный комплекс, сельское хозяйство, легкую промышленность. Вот как раз военно-промышленный комплекс в Крыму, если мы говорим именно об оккупированной территории, и возрождается. Да, он уже никогда не возродится в тех объемах, в которых военно-промышленный комплекс был представлен в советский период Крыма, когда Крым – это непотопляемый авианосец. Помните, да? Это такое крылатое выражение, которое нигде со страниц газет практически не сходило. Еще край садов и виноградников, там как-то это издравниться, это все в одном угоне. Но в рамках той основной цели для оккупанта, что Крым – это военная база, определенная часть военно-промышленного комплекса, то есть тех предприятий, которые еще с советского периода остались на территории Крыма, они реанимировали. Скажите, а там достаточно рабочие, созданы ли рабочие места, это очень важно. Ну, в какой-то мере рост создания этих новых рабочих мест произошел. Но здесь опять, да, надо же сравнивать не только, что создано, но и что потеряно. Вот, что потеряно. На момент начала оккупации в Крыму функционировало 1 миллион 50 тысяч рабочих мест. Это вместе с городом Севастополь, автономной республикой Крым и город Севастополь. По нашим оценкам, за 4 года оккупации количество функционирующих рабочих мест, но здесь стоит сделать оговорку, оккупационная статистика не оперирует таким показателем, как функционирующие рабочие места. Вот украинская статистика оперировала, российская нет. Но по другим показателям, которые они публикуют, можно допустимо делать вывод о том, и учитывая заявления, информация, которая поступает и так далее, в том числе и заявления оккупационных чиновников, можно делать вывод о том, что за 4 года оккупации, повторюсь, где-то примерно 300-350 тысяч рабочих мест в Крыму потеряно. И если взамен на тех оборонных предприятиях старых советских, на которых сегодня размещены российские заказы, например, феодосийские и керченские кораблестроительные заводы сегодня строят корабли уже начинают не только для Черноморского флота России, а для Северного флота, Балтийского флота и так далее, то там, ну, пускай там тысяча, полторы тысячи в целом созданных этих новых рабочих мест на фоне потери 300 тысяч, 350 тысяч. Обязательно, такой еще один момент. Вот вы уже упомянули феодосийские судоремонтные заводы, там завод моря в Приморском. Слушайте, ну они же были деградированные, вот, в принципе, они деградирующие, они не работали много лет. И вот сейчас я просто читаю вашу статистику, что в промышленный комплекс Россия вкладывает 0,7 ресурсов, 0,7 финансовых средств, выделяемых на Крым, а 60% практически вкладывается в дороги. Вот у меня вопрос. Если такое маленькое вложение, это означает, что эти заводы, они эксплуатируются, это понятно, но модернизируются ли они, отстраиваются ли они? Это означает всего лишь только одно, что те задачи, которые ставятся перед этими предприятиями в рамках выполнения военного заказа правительства России, достаточно для того, чтобы эти заказы были выполнены. То есть они эксплуатируют то, что есть? Да. Ну, где-то что-то обновится, но, скажем так, с точки зрения инвестиционного интереса для бизнесмена, для предприятия, все вот эти старые заводы оборонно-промышленного комплекса, которые были расположены в Крыму, не представляли. Я просто... Учитывая, что их технологии, в первую очередь, да, что их технологическое обеспечение или вооружение, можно так сказать, ну, было где-то на уровне середины-конца 80-х годов. Да, безусловно, и если сейчас они не модернизируются. Я просто хочу понять, что... Какие планы у России на Крым? Потому что они строят вот эту транспортную сеть. Во-первых, непонятно зачем. Это огромное вложение. Я хочу просто понять, зачем им эта трасса в этот тупик, потому что Крым тупик, он не вставлял. Военно-стратегический объект, мост, трасса Таврида и остальные там, да, вот центральные дороги, которые сегодня, как вы сказали... Для переброски войск с Россией? Да. То есть... Обеспечение жизнедеятельности военной. И фактически Крым как тыл, вот эти вот, как мастерские, эти заводы для обслуживания... Ну, это не совсем тыл. Дело в том, что как раз-таки Крым это форпост. Форпост для того, чтобы нести угрозу... Кому? Черное море, Средиземное море, практически вся Европа. Юрий, объясните мне вот такое... Я понимаю это, но вот объясните мне такой момент. Для наступления на материк. Вот Россия наступает на украинский материк с Крыма. Но это глупость, потому что у них огромная протяженность границ, у нас Сумская область, там в районе Харькова. То есть, в принципе, есть гораздо более удобные плацдармы для наступления. Наступление на Черноморский бассейн? Ну, у России есть свой Новороссийск. И я хочу понять, зачем им Крым? Почему они готовятся к наступлению именно из Крыма? На протяжении всех лет после развала Советского Союза в России велись разговоры о перебазировании Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск. Даже разрабатывались некоторые проекты. Вообще-то да. Но они не были реализованы. Почему? То есть, эта идея возникла после Второй мировой войны, между прочим. Да. Потому что определенная проблема в Крымской базе есть. Все бухты, в которых расположены Севастополь, ну, как Севастополь-центр базы, расположен военно-морской флот, они очень легко блокируются. И в очередной раз мы это увидели в момент захвата Крыма. Да. Он не мистер, тогда зачем он? Но! Новороссийская бухта еще меньше подходит к базированию флота. Я вообще не понимаю смысла Черноморского флота, потому что он даже в период Второй мировой войны не играл уже никакой роли толком. Сирия сегодня. Ну, так просто уже Турция пропускает. Ну, не Турция пропускает. Есть международные соглашения, да, там, вот, того же Монтрео, договор, по которому Турция не может не пропускать корабли, в том числе и военные корабли стран, которые расположены в Черноморском бассейне. Да, при наличии, там, определенных угроз. И Турция, мы видели уже, да, там, в 17-м году использовала эту угрозу, что она запретит российским кораблям проход, военным кораблям проход. Но это угроза. То есть, да, это уже вопрос, который может быть принят, может быть не принят мировым сообществом. С какой точки зрения? Если Турция в силу каких-то обстоятельств, ну, например, Российская Федерация запретила проход, где гарантия того, что она не запретит кому-то еще? Украина имеет горький опыт в этом вопросе, когда Турция запретила проход через проливы крупных перевозчиков, ну, транспортных субов, которые перевозят жиженый газ. Ведь эта проблема так и не решена. Договора так и нет. Хотя это решение, наверное, по-другому могло привести к другому совершенно балансу обеспечения природным газом Украины для своих нужд. Я хотела бы, вот какое, знаете, у меня есть подозрение, что Крым как плацдар наступления для Российской Федерации, в том числе, ведь, чего я боюсь, что в случае ответного удара, удар придется по украинской территории и по нашим с вами, согражданам. Вот я о чем. Значит, давайте все-таки вернемся к угрозам. Вот вы остановились на наступлении по Суходову. А вот как раз-таки задача Черноморского флота не использовать Суходов. Да, там горловина, перешейки, это горловина, которую с одной и с другой стороны, в принципе, уже современными технологиями ведения войны гораздо проще удерживать. А побережье наше с очень длинной протяженностью по Азовскому и Черному морю разве защищено сегодня? Без флота? Нет. А торговые пути... Для этого они строят Керченский мост. А торговые пути... Нет, мы сейчас говорим о Черноморском побережье, причем тут Керченский мост. Это Азовское побережье. Да. Это закрыть правительство. А есть еще Черноморское. Но мост закрывает судоходство. Ну, ограничивает, не закрывает, ограничивает. Хотя могут перекрыть и просто не пускать. А побережье Черного моря, оно сегодня открыто. И морская высадка, это не исключенный вариант. Другой момент. 25% общего объема грузопотока Украины, это наши торговые пути, морские. А у нас только один, Черное море. И из Крыма, Россия, перекрыть его может точно так же. Это если мы говорим о на угрозах нам. Эксплуатация месторождения углеродов на шельфе Черного моря. Ну да, что они делают. То есть вопросов очень много. Я хочу вернуться к вашему анализу социально-экономическому. Потому что для меня, исходя из того, что я здесь прочитала, абсолютно очевидно. Строится военная инфраструктура, строятся трассы, стратегически нет вложений в промышленность крымскую. Более того, вы здесь описываете очень интересный момент о том, что малый и средний бизнес, в принципе, идет колоссальное просто сокращение предпринимателей. Идет расформирование привычных для предпринимателей мест работы, рынков и так далее. То есть без всяких объяснений. Я хочу понять, что мы видим. Милитаризация, выдавливание, сокращение фактически предпринимательской вот этой базы налогоплательщиков. Опять-таки туризм тоже самое. Вы описываете, что здесь идет колоссальное сокращение. Тогда вопрос. Какие планы у России на Крым? Я имею в виду экономический. Что ждать крымчанам, которые там живут? Продолжение и ухудшение качества жизни. Вот малый и средний бизнес, который вы упомянули. Я надавайте только два фактора. Потому что об этом можно говорить очень много и долго. Я надаваю только два фактора. Фактор первый. Вот перед началом передачи мы с вами немного вообще в целом, взагалее о малом и среднем бизнесе разговаривали. Вот я сказал фразу о том, что малый и средний бизнес, то есть люди, которые рискуют тем, что у них есть, входя в бизнес, предполагает совершенно другое мышление. То есть более свободное. Риск всегда это более свободное мышление. Та модель государства и, значит, системы отношений в этом государстве, которая построена в Российской Федерации, свободное мышление, не предполагает. Тем паче на оккупированной территории, которую оккупант колонизирует. Тем паче, это уже второй момент, в ситуации, когда все население оккупированной территории, граждане Украины, независимо от того, они проукраинские ориентированы, они пророссийские ориентированы, они смотрят на мир через полноту того, что лежит у них в холодильнике, это потенциально нелояльные люди. Потенциально нелояльные граждане для военной базы несовместимые понятия. Точно так же, как является несовместимым антагонистичным понятием туризм и военная база. Причем военная база на оккупированной территории. Соответственно, и еще один момент. В экономике есть такой коэффициент 1 к 4, который определяет, что на одного военнослужащего военной базы должно быть 4 гражданских лица, которые обслуживают этого военнослужащего. Продавец в магазине, воспитатель детского сада, медсестра в больнице, дворник, таксист и так далее. Другие, потенциально Россия пытается сформировать военную базу советского образца. В советское время военная база, которая была в Крыму, насчитывала 140 тысяч человек. Военная группировка. На полмиллиона. Удвоим. На миллион. Все остальные лишние. И при этом они потенциально нелояльные. Юрий, знаете, мне вот это напоминает, когда вы сейчас это все объяснили, мне это напоминает Курильские острова, где, в принципе, есть только военные. Эти же военные, их жены, они же и обслуга. И, в общем-то, полностью уничтоженная территория. И казалось, тогда казалось, что это просто очень далеко, поэтому люди не хотят туда ехать, поэтому эта территория деградирует. Крым вроде бы как климат. Не так далеко. Да, не так далеко. Вопрос. Может ли Крым постичь та же судьба? Или все-таки люди не оставят его, хотя бы потому, что он климатический. Давайте я добавлю еще теперь один элемент. Тех, кого сегодня в Крыму называют понаехавшие. Да, интересный коэффициент. Иммигранты в нарушении норм международного гуманитарного права, которых сегодня оккупанты переселяют с материковой части России в оккупированную территорию Крыма. Для чего? Лояльность населения. Вот здесь можно даже вспомнить 2014 год, когда мы, в общем-то, в соцсетях, так можно сказать, смеялись над заявлениями Мизулиной, которые казались глупыми. Но они сегодня показывают, что как раз-таки те заявления, которые она делала, например, что жители Крыма не подходят под российскую действительность, потому что они испорчены Украиной, они слишком свободны в мышлении, они требуют конституции, они требуют свобод и так далее. Им тяжело вписаться в реальности российской жизни. Что надо там, например, запретить жителям Крыма женщинам рожать от крымчан. Да, кстати, это вообще какая-то Евгеника уже. Вот. А вот продолжение. Иммигранты с материковой части России. То население, которое привыкло жить в российской действительности. Вот та замена населения, которая сегодня осуществляется. Скажется, такое впечатление, что когда Путин обещал сделать из Крыма витрину, он не крымчанам это обещал, а жителям Саратова, у которых там все ужасное, и тут они приезжают, видят там украинские дороги, теплый климат, все красиво, о, витрина. Это вот как-то так. Вы понимаете, дело в том, что витрина, это риторика была. И задача поставить... Ну, по наехавшим нравится. И задача... Потому что климат другой, вы правильно сказали. А все остальное так же, а может даже в чем-то хуже. Но дело в том, что риторика витрины как цель не стояла. Потому что цель одна, военная база. Но если это побочный эффект, в кавычках, возьмем, получился бы, было бы хорошо. Но для того, чтобы он получился, должны были сохраниться определенный набор условий. Украина должна продолжать поставлять в Крым пресную воду, Украина должна поставлять в Крым электроэнергию, Украина должна продолжать поставлять в Крым все необходимые товары, стройматериалы. И пропускать грузовые, все транспортные потоки через свою территорию. Что действительно невозможно. Это не состоялось. Все, витрина закончилась. Побочный эффект, который... Ну, получится хорошо, не получится, черт с ним. Потому что задача, что военная база. Задача номер два, это военная база. Задача номер два, витрина. Это если Украина и мир согласится. Не задача, да. Я не знаю, я не склонен, да. Вот я склонен больше к этому. Побочный эффект. Дополнительный бонус. Я хочу просто... У нас уже совсем не остается времени. Я хочу задать вам один еще вопрос, только очень коротко. Объясните мне, вот еще какой момент. Теперь, когда стало понятно, что витрина не получится, и что мир уже все чаще повторяет Крым, 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 Путин отцепится от нашей территории? Подобное развитие событий не исключено. Но при этом стоит, конечно, добавить грустную нотку, что за эту военную базу он будет держаться до последнего возможного. Спасибо. Спасибо. Благодарим нашего гостя Юрия Смелянского, главу управления благотворительного фонда Майдан-Закордонных... Институт Черноморских Стратегических Следований. В Майдане Закордонных Справ только один руководитель, Богдан Юрьевенко. Это был эксперт Майдана Закордонных Справ. В конце мне бы хотелось еще раз акцентировать внимание на том, о чем мы говорили с нашим гостем, о том, что витрина никогда не была целью Российской Федерации в момент оккупации Крыма. Но самое главное, что хотелось бы сказать, Путин при этом все-таки обещал крымчанам повышение зарплат, повышение уровня жизни. Поначалу это даже произошло. Но ведь суть не в этом. Вот буквально сегодня у нас есть сообщение о том, что в 15-й день голодает Владимир Балов. Сегодня его избили в СИЗО. Ему не дали воды. На самом деле для украинцев, когда мы говорим, что украинцы свободные люди, украинские граждане свободные люди, мы говорим о том, что вопрос не в колбасе, не в повышении пенсии и зарплат. Не важно, повысились бы они в Крыму или понизились. Вопрос в том, что Российская Федерация принесла на крымскую территорию вот эту несвободу. А там, где нет свободы, там нет хлеба. На этом я прощаюсь с вами. В студии для вас была Лариса Волошина. Для того, чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на нашу страничку в Фейсбук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова